Посетители не выпускают из рук телефоны и фотоаппараты. Даже в холодное время года Никитский ботанический сад фестрит красками. Туристам манит бал Хризантем. Чтобы увидеть 250 разновидностей осенних цветов, кто-то приехал сюда из соседней России. Больше всего понравились, конечно же, Хризантемы. Потому что такого многообразия Хризантем, сортов и красок еще мы не видели нигде. А в основном, конечно, попасть из Снежного, Нижнего Новгорода сюда, вечное лето. Нравится все. Осенние пейзажи настраивают людей на философский лад. Дело в том, что каждая пора времени по-своему прекрасна. Вот сегодня осень, и мы наслаждаемся красками осени. Для нас все прекрасно, потому что мы уже в таком возрасте, когда осень немножко для нас ближе становится. В ботсад приходят не только за впечатлениями, но и за съестными припасами. Сегодня для пенсионеров свободный вход, и мы вот гуляем. То, что ветром сбило, собираем. Если следовать указателям, можно попасть в зеленый лабиринт. Это выстроенные из кустарников коридоры. Их сотни квадратных метров. На территории лабиринта есть пять прудиков с рыбками, три смотровые площадки и тайная комната с пустиком желанием. И все это надо найти. А здесь куколки превращаются в красочных бабочек. В саду работает выставка тропических насекомых. Они всего живут 2-3 дня. А бабочки однодневки, да. А то они сейчас прямо там сидят внутри? Угу. А то, что вы их трогаете, а им по барабану? Ничего страшного. Комфортно? Ну, конечно, они в листочке. Это гусеница делает куком. Ну, вот как под стеклом, вы видите, там лучше их там, ну, лучше так рождаться будет. Они ровненькие будут. Несмотря на все прелести ботсада, после аннексии Крыма посещать его стали меньше. Наведываются сюда в основном местные и россияне. А Крым-то наш. Крым-то отошел в Россию, все правильно. Исторически сложилось. Вот всегда был русский. Мы поэтому и приезжаем сюда. В Сочи не поехали, поехали в Ялку. Потому что вот это наша земля. Здесь наши предки кости ложили, кровь проливали. Вот они растили это все. Русские же растили. Нету русских и украинцев. Есть русские. Есть. Только русские. В прошлом году новые руководители насчитали в саду меньше 500 тысяч гостей. Для сравнения, в 2010-м их было наполовину больше. Эта информация записана в дневнике Валерия Ежова. Крымские заметки прерываются весной 2014-го, когда академик переехал на материк. О том, что денег, вот сколько лет я работал в саду директором, столько лет тут и отображена, скажем так, вся наша финансовая ситуация. Я могу только сказать одно, что 15 лет эти были не даром. Что-то удалось сделать, поднять как-то это все. Ну, а то, что произошло, я думаю, что это тимчасово. За более чем 200 лет Никитский ботсад стал зеленой сокровищницей полуострова. Здесь собраны около 22 тысяч видов растений со всех материков, кроме разве что Антарктиды. Прижились даже гигантские и вечно зеленые секвои и бамбук, который за день может вырасти на два десятка сантиметров. Когда-то чуть ли не с бамбуковой скоростью в ботсаду выросло элитное жилье. Застройка началась в 2000-х. Прямо на территории ботсада расположен дом отдыха. Двум организациям выдали госакты на одну и ту же землю. Пансионат раздал свои гектары застройщикам. В частности, фирме «Консоль», которую связывают с главой подконтрольного России Крымского парламента Владимиром Константиновым. Вскоре в парке появились вип-дачи и гостиницы. Но и Никитский ботсад от спорных участков не отказывался. На набережной, где мог быть «Розарий», стоит отель. Самый недорогой номер на двоих в нем стоит около 10 тысяч рублей. На посетителях ботсада столько не заработаешь. Билет сюда стоит 200 рублей. Детей и пенсионеров пускают за полцены. Назар Сытник, Алена Сорока, Роман Риблий. Для Крымреали.